Все это уже пропало. Негодная, да? Негодная, вон она вся. И здесь я уже негодная, потому что колоса нет. Да, вот он, колоса нету. Десять лет назад Владимир Буриков решил заняться земледелием. Готовился к любому подвоху. К сельхозвредителям ни урожая, ни выполнению обязательств перед банком. Однако беда пришла, откуда ее совсем не ждали. Больше пяти лет земледелец пытается спасти урожай от дикого табуна лошадей. И который год безуспешно. Невозможно. Табуны лошадей никто не смотрит. Хозяевов не знаем, найти не можем. Вы вызываем участковым, тем все равно. Хоть вызывай, хоть не вызывай. Какие-то откорючки туда-сюда толку нет. Вот теперь приходится обращаться в более высшие инстанции. Табуны с двухсот лошадей уничтожает не только сельхозугодие предпринимателя Бурикова. Другие владельцы, потратившие немало средства на посев пшеницы, клевера и овса, также рискуют остаться без урожая. Дихкане обратились с заявлением к участковому полицейскому. Они предполагают, что табун вовсе не дикий, а хозяин лошадей – богатый сельчанин. Поэтому искать владельца никто и не хочет. Да, мы приняли заявление от сельчана. Сейчас ведутся поиски владельца табуна. Планируем найти хозяина в ближайшие дни. Пока полицейские и представители картаусского акимата разводят руками, дихкане подсчитывают первые серьезные убытки. Если владелец так и не найдется, и обуздать лошадей не удастся, то урожай на больше чем в 100 гектарах уже не собрать.